Добрый день, меня зовут Анна. А я Наталья, и мы ищем таланты в нашу компанию. Давайте вместе сегодня поработаем над закрытием вакансий специалиста контакт-центра и разберем ошибки, которые допускаем мы в телефонном интервью. Поехали! Эти ошибки важно не допускать, но мы иногда позволяем себе нарушить правила. Давайте выберем четыре, с которыми мы сталкивались лично. Ошибка номер один – внимательность к деталям. А я могу услышать Ирину? Извините, пожалуйста, ошиблась номером. А я звоню с предложением о работе. Возможно, вам интересно. Отлично, значит, не ошиблась. Так может, это судьба? Иногда даже ошибка в номере телефона может предоставить нам возможность найти кандидата, который даже и не думал стать частью нашей команды. Ошибка номер два – оговорки. Когда вспоминаем эту ошибку, возникают разные эмоции. Давайте лучше посмотрим. Добрый день, Иван. Отдел поиска таланчиков. Вернее, талантов. Я рада, что подняла вам настроение. Здравствуйте, меня зовут Семен. Ой, вернее, и вас зовут Семен. Меня Наталья. Приятно познакомиться. Как у вас с украинской мовой? Давайте попробуем. Какие у вас хобби и захипление? Раньше працювала выхователем. Зараз вырешила спробовать еще еще новое. Чему у вас вы не передумали? Ну, правда же, это повышает настроение нашему собеседнику? Услышав подобную оговорку, кандидат может расслабиться, проявить положительные эмоции. Это помогает установить контакт с собеседником. Мы не боимся быть настоящими. Ошибка номер три. Отсутствие презентации вакансии. Многие считают, что это ошибка. Мы же идем от обратного, предлагая кандидату проявить фантазию и представить себя нашим сотрудникам. Как себе представляете работу сотрудника входящей линии? Совершенно верно. А при обращении в контактный центр, какой сервис хотели бы получить? Отлично. Давайте вместе создавать лучший сервис Украины. Нам важно, чтобы кандидат со своей стороны понимал суть вакансии и обращал внимание на то, что ценно для нас. Ошибка номер четыре. Личная симпатия и проецирование на себя. Аня, а ты боишься проявлять личную симпатию? Я? Не боюсь. Взаимно. Вы мне тоже очень понравились. Очень приятно было с вами пообщаться. Буду рада видеть вас в нашей компании. Проявляя личную симпатию, многие боятся дать соискателю ложную надежду. Мы же стараемся придать ему уверенности в себе и в своих силах. Многие концентрируются, чтобы не допустить ошибку в интервью. А мы не боимся. В приведенных примерах мы повысили настроение кандидату. Лучше узнали собеседника. И точно ему запомнились. Ошибки бывают разные. Одни могут помочь, другие навредить. Мы придерживаемся трех правил, которые не нарушаем. Ведь мы формируем бренд работодателя. Это честность, конструктивная обратная связь и живой диалог. Так как прежде всего мы хотим оставаться на одной волне с нашим кандидатом. Не бойтесь совершать ошибки. Ведь допуская их, мы выходим из зоны комфорта. Помните, любой минус можно превратить в плюс. Продолжение следует... Продолжение следует...